Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, вы пишете, что возможности обратиться к специалисту у вас нет. Вы пишете, что принимать антидепрессанты нет желания. Это магическая история, да? И возможно с них к специалисту обратиться нет. И антидепрессанты принимать вы не хотите. Это очень напоминает игру. Игру, в которую играют жертвы. Называется это игра Дано. Можете посмотреть эту игру в интернете, она есть. Вот. Люди, которые играют в эту игру, они, как правило, отвергают все предложения, которые им делают. Ну, которые им делают другие. Вот. Но при этом они все равно, как бы, хотят помощь. Они все равно ее просто. Помощь эту. Вот. Но по итогу ничего не происходит. По итогу ничего не происходит. Вот. И в итоге люди остаются, по сути, на том не самом месте. Вот. Т.е. Т.е. Если ваша глубинная цель, если ваша настоящая цель не в депрессии, да, если вы, ну, если вы не хотите депрессировать, если это ваша не, ну, не начальная цель. Вот. Что нужно вам принимать решение относительно, вот, своей жизни. Вот. И выбирать, либо вы все-таки, все-таки будете, ну, либо вы будете все-таки, либо вы будете, либо вы будете в него погружаться, да. То есть, обращаться, скажешь, к специалисту за помощью, потому что у вас, наверное, само не получится выйти из этого состояния. Вот. Либо вы так и будете, либо вы будете в него погружаться, да. Ну, сперва, конечно, сперва, конечно, нужно, чтобы вы, ну, чтобы вы все-таки для себя, да, вот, определили, что вы хотите все-таки. То есть, что вам нужно все-таки. Какая ваша цель. А дальше. 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 Следующий аспект. Следующий аспект, это то, что депрессия является, по сути, подавлением своих желаний. Вот. Вот. И важно понимать, почему вы, почему вы это делаете, для чего вы это делаете, как вы это делаете. И хотя бы отслеживать этот процесс, чтобы вы знали, что этот процесс происходит, что этот процесс имеет место быть. Вот. И чтобы вы могли его, ну, хотя бы отслеживать для себя и не допускать, не допускать, ну, не допускать, не допускать как бы его наличие, да, у себя. Вот. В свою очередь, ваши желания можно отслеживать, можно их увидеть и можно их реализовывать потихонечку. Вот. Таким образом, ну, как бы, разрешая, разрешая, да, вот, разрешая себе хотеть чувствовать, вот, и так далее. Вот. Это то, что вы реально можете сделать само. Потому что, то, что вы описываете, да, вот, именно то, что вы описываете, не может быть депрессией. Ну, потому что это не проявление депрессии, как таковое. То есть, да, да, может быть у вас депрессивное состояние, да. Это может быть. Но депрессивное состояние, это ни в коем случае не депрессия. Это важно понимать. Вот. Поэтому, поэтому, все-таки, мне, я бы не рекомендовал вам оставить себе диагноз. Вот. То есть, если вы считаете, что у вас депрессия, тем более глубокая депрессия, да, то все-таки лучше обратиться к врачу. Вот. И врач, он вам поможет в том плане, что он даже бесплатно может помочь вам. Вот. Потому что, ну, есть, есть такие организации, которые, ну, могут оказывать услуги, да, на бесплатной основе. Вот. Психотерапевтические услуги. На бесплатной основе. Если вы действительно, если вы действительно чувствуете себя врача-синтоках. Вот. С точки, с точки зрения психологии, с точки зрения психологии, вам можно помочь только раскрыв наши желания. Раскрыв источники подавления. Вот. Как вы себя сейчас подавляете, да? Как вы подавляете себя? Вот. Раскрыв эти источники нужно. Вот. Понимаете? Какая-то. И раскрыв эти источники подавления, уйдет и депрессия. Вот. Если, конечно, у вас нет, значит, ну, скажем так, химических процессов, да, в организме, ну, в психике. Вот. Которые, значит, обуславливают наличие депрессии, именно, как заболевания. В этом, в этом случае, конечно, вам помочь будет, обычными психологическими методами, вам в этом случае не помочь. Конечно. Потому что здесь все-таки более, более серьезные, более серьезные процессы, более глубокие процессы. Вот. И с ними, если вот, ну, так вот, по науке, да, то с ними все-таки, все-таки работают психотерапевты и психиатры. Вот. То есть назначаются, грубо говоря, медикаментозные лечения, да, и, соответственно, уже в дополнение к, ну, к медикаментозному лечению назначается и психотерапия. Вот. И вот в купе, в купе, в совокупности, с этими, в совокупности, эти два аспекта, вот, и дают, по сути, тот результат, который вам нужен. Вот. Вот. Работает, да, работает это только так. Никак иначе. Вот. Если у вас нет средств, да, если у вас нет средств, то в данном случае они не обязательны. То есть из этого состояния вас выведут, из этого состояния вас выведут. Это реально, это возможно. Реально. Вот. Ну, а вот уже дальше, уже дальше, что вы будете делать, да, то есть будете ли вы заниматься психотерапией уже сами, выйдя из своего состояния и, соответственно, обеспечив там доход и прочее или нет, это уже ваш выбор. Еще раз, обратите внимание на свои чувства. Какие чувства вы управляете себе, какие чувства вы себе запрещаете, какие желания вы, значит, ну, запрещаете себе проявлять. Понимаете? Вот на это обратите внимание, с точки зрения психологии вам это, вот это одна из ключевых причин депрессии. Вот. Следующая причина это негативная установка. То есть, как бы, у вас есть, у вас есть негативная установка, которая ведут к, соответственно, негативным же последствиям, вот, и которые, соответственно, ведут вас в никуда. Вот. Их надо искать и прорабатывать. То есть, прорабатывать надо проживать снова и снова, снова и снова, смотря по-другому, смотря по-иному и так далее. Вот. Вот так. Мне не совсем, правда, понятно, как вы можете чувствовать у себя глубокую депрессию, приближение глубокой депрессии. То есть, знаете, вот, как правило, да, люди, они либо уже испытывают на себе действие депрессии, либо не испытывают, а приближение депрессии, ну, это, знаете, депрессия может быть. Да, 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 то это может быть депрессивное состояние, это да. Но, чтобы депрессия приближалась, чтобы она, чтобы приближалась именно глубокая депрессия. Если честно, здесь мне кажется, что у вас есть попребность, такая попребность во внимании. То есть, вам не хватает внимания, вам не хватает значимости, и вы пытаетесь, я не говорю, что специально, я не говорю, что осознанно, сознательно, но вы пытаетесь получить часть, значит, этого внимания себе через такой вот негативный, негативную модель поведения. И давайте мы здесь вот определим, да, что лежит в основе, то есть, что вы хотите по итогу. Вот. Вы серьезно думаете, что люди могут помочь себе сами, если у них вот, как вы говорите, приближение глубокой депрессии, да, и нет возможности обратиться к специалисту, и при этом они не желают пить антидепрессанты? Понимаете ли вы, что это не взрослый, в данном случае, подход, это не подход взрослого человека. Вот. Ну то есть, вот об этом, об этом подумайте. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр.